В ближайшие годы в Кустанайской области появятся две межрайонные многопрофильные больницы. Их развернут на базе уже действующих медучреждений в Варкалыке и Житикаре. В первую очередь укомплектуют современным оборудованием больницы. Расширение позволит открыть новые рабочие места. Но самое главное, больше пациентов из сельской местности смогут получить квалифицированную медицинскую помощь. Артем Грапов расскажет. В Аркалыкской региональной больнице сейчас работает 10 отделений. В медучреждении обслуживаются более 50 тысяч пациентов. Это жители города, двух соседних районов и приграничных регионов Акмолинской и Улутаусской областей. Жумагазы Жанбасынов живет в селе Есили Мангельдинского района. Он сломал ключицу. Впереди операция. Все мои односельчане ездят на лечение в город Аркалык. Здесь намного лучше оказывается медицинская помощь. Есть квалифицированные врачи и медицинское оборудование, которого нет у нас в районе. Тут имеется. Совсем скоро Аркалыкская больница станет межрайонной. Смена статуса принесет большие перемены. В этом году здесь начнется капитальный ремонт, а затем полное обновление материально-технической базы. Мы сейчас планируем оснащение нашего реанимационного отделения. Это прикроватные мониторы, многофункциональные кровати, необходимые ИВЛ-аппараты, искусственная вентиляция легких, транспортный КВС для перевозки новорожденных, которые в тяжелом состоянии, чтобы привозили в ближайшие районы. А еще в больницу доставят ангиограф. С его помощью пациентам смогут проверять сосудистую систему и предупреждать инфаркты и инсульты. В больнице оснастится более дорогостоящими такими аппаратами, как МРТ, магниторезонансная томография, ультразвуковое исследование экспертного класса. Плюс еще пройдут обучения местные доктора, которые будут непосредственно работать с этим оборудованием. Это как для населения хорошо, так и для самих сотрудников, для их общего развития, для развития самой медицины в целом на местах. За два года руководство больницы планирует решить и кадровый вопрос. Сейчас им не хватает кардиолога, невропатолога, нейрохирурга. А с появлением ангиографа еще понадобятся врачи-интервенты. Их планируют привлекать подъемными в размере 4 миллионов тенге и предоставлением жилья в паркалыке. Артем Грапов и Сергей Тахтенберг, Куснарская область, Хабар, 24.